Всем привет! Сегодня хочу наконец-то в полной мере заняться посевом семян. Буду сажать капусту, салат, шпинат, в общем такую вот мелочевку, редиску. Возможно редиску еще не решила. То, что можно будет оставить здесь в теплице, несмотря на то, что у нас ночью еще будет минус. То есть здесь минуса не будет. Будет холодно, но не минус. Такие семена, кстати, нормально переносят такую температуру, когда холодно, немножко минус, ничего с ним не случится. Дома место занимать не хочу, да и тут светлее. Почему сажаю все на рассаду? Еще раз отвечу на этот вопрос. Почему мы не собираем вещи? Потому что мы можем уехать, а можем и не уехать. Как бы более-менее точно мы будем знать в мае, поедем ли мы до лета или после лета мы поедем. Мы будем знать об этом в мае. До мая еще далеко. Если вдруг мы не сможем поехать до лета, летом, то тогда нам нужно будет что-то кушать. Потому что возможно мы, и не факт, что мы осенью уедем, хотя мы очень хотим, мы очень стремимся, но произойти может все что угодно, и мы можем остаться на зиму. Кушать что-то нам нужно будет. Поэтому я сейчас... Мой мозг работает в двух направлениях. Первое направление делает все возможное, чтобы мы смогли уехать. А второе направление не забывает, что все-таки зима наступит. И если она наступит здесь, то мне нужно обеспечить себя полностью на зиму. Конечно, мы хотели взять еще бройлеров, но это мы, если точно узнаем в мае, что мы до осени никуда не уедем, тогда мы еще и возьмем бройлеров. Это обязательно. Если будет позволять финансы. Потому что бройлеры растут два месяца, потом их убрал себе или продал. Это уже как получится. Огород сажаю сейчас пока по полной, готовлюсь к этому. Пристроить потом урожай не так тяжело, как остаться в зиму здесь и без всего. Вот. Надеюсь, понятно. Больше объяснять этот момент не буду. Да, мы переезжаем, да, мы хотим переехать, мы делаем для этого все возможное, но мы подстраховываемся на зиму, чтобы на всякий случай не остаться голодными. А теперь, теперь будем сажать. У нас в теплице жара, 30 градусов. Но на следующей неделе нам обещали снег. Надеюсь, что это неправда, конечно. Так, у меня есть вот такая вот капуста, поздняя. Какая-то дорогая, без понятия, какие сорта. Ее я посажу по две штучки и буду сажать в первые, прям в первые два рядочка. Вообще, весь этот лоточек у меня для капусты предназначен. Пойдет брокколи, мачо. Коза-дереза цветная. Так, пятый номер у нас капуста цветная сноу-бой. Я ее уже открыла. Дачница, цветная капуста. Такая вот такая цветная царевна. И пресельская капуста. У меня есть геркулес, розала и сапцы. Капуста фронтина у нас оказалась цветная. Там даже, оказывается, написано. Я не разглядела. Придется посеять ее в конце. Вот она вот будет. Присылает вот какой-то еще крупный почерненький цвет. И королева льда. Ну, в принципе, все. Таким же образом сейчас посажу салаты, посажу шпинат. Что там у меня? А, и базилик, в принципе. Больше ничего сажать не буду. Стратегивать тоже не буду. Видео, в принципе, способ посадки абсолютно такой же. Какой смысл? То же самое показывать не вижу. Чуть не забыла. Кстати, если вы знаете хорошего соседа для капусты, я совмещаю посадки. Тыквы и кабачки растут на одной грядке вместе с кукурузой или подсолнечником. Но лучше с кукурузой. И такое соседство мне очень нравится. А вот что посадить в грядку с капустой, я не знаю. Так что, если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Просто мне нужен сосед для капусты.